22 декабря день энергетика. Михайлов ТВ отправилась накануне в административное здание филиала акционерного общества РОЭК Михайловский район электрических сетей на улицу Карла Маркса, дом 11. Руководит именно штарой знакомый, вовсе не новичок в энергетике Игорь Владимирович Устинов. С ним мы часто встречались в РЭС, где он еще полгода назад был руководителем. Сегодня Игорь Владимирович в откровенной беседе рассказал о дне настоящем и планах на будущее. Михайловских городских электрических сетей. Так их принято называть в обиходе. У нас обслуживаем территорию, получается, все городское поселение Михайловское? Михайловское городское поселение. У нас есть небольшой участок сетей в населенном пункте Голдина. Мы обслуживаем поселок Октябрьский и наши филиалы распространяются еще и на Захарова. Акционерное общество РОЭК, то есть очень динамично развивающаяся компания. То есть основное ее направление это именно модернизация сети для повышения экономической эффективности ее использования. То есть на протяжении последних лет АОРОЭК, как видно городским жителям, серьезно вкладывалось в оборудование. То есть много было сделано в сети 0,4 кВ, то есть низковольтной сети непосредственно питающих потребителей. То есть много проведено капитального ремонта линий, много проведено реконструкций. Сети стали более надежными, более безопасными, то есть уменьшился значительно процент потерь. Поэтому говорить о том, что в сети не вкладывается, никоим образом нельзя. То есть и программа ремонтная в 2018 году будет обширной. То есть в 2018 году мы позанимаемся сетью 10 кВ. То есть те основные питающие линии, которые питают город, будут на значительных участках отремонтированы. То есть с заменой старого оборудования полностью на новое. То есть мы поставим несколько коммуникационных аппаратов для того, чтобы схема была более гибкой, чтобы можно было в случае аварийной ситуации осуществлять включение потребителей по резервным схемам. То есть чтобы можно более оперативно и безопасно, и для персонала безопасно работать со схемой сетей. То есть это уменьшит и недоотпуск, и время отключения позволит снизить. И вообще работу предприятия сделает более эффективной. И также продолжим ремонты низковольтной сети. То есть, скажем так, условно, два микрорайона города. Это 50 лет ВЛКСМ, вот эта вся зона. Вот, и еще ряд объектов будут капитально отремонтированы. Будут полностью заменены старые опоры деревянные на бетон. И протянут провод изолированный. Будут вынесены приборы учета на фасады здания. Ну, также все будем делать для того, чтобы сети были безопасны. То есть приборы учета на фасаде здания? Ну, это что, новые требования? Нет, это не новые требования. В Михайлове эта работа ведется уже давно. И вообще по всему электросетевому комплексу. Будь то и МРСК центра, будь то акционерное общество РАЕК. То есть, согласно законодательству, приборы учета должны останавливаться на границе баланса принадлежности. Чтобы они были доступны для контроля, чтобы потребителю было удобно, чтобы потребитель, как бы, не напрягался при посещении людей, которые снимают показания. То есть прибор учета стоит в доступном месте, он открыт. В общем, всем от этого только комфортнее и удобнее. Вот, просто это тоже будет закладываться в ремонты, чтобы, как бы, комплексно выполнять все задачи. Потому что без комплексного решения и просто, как бы, результат не будет такой эффективный. Задачи у вас обширные. А вот есть ли люди для того, чтобы реализовать, насколько коллектив у вас укомплектован теми специалистами, которые смогли бы выполнить все эти работы, которые вы сейчас нам озвучили? Ну, коллектив на предприятии достаточно большой. То есть у нас порядка семидесятков человек работает в общей сложности. Люди опытные, боеспособные. То есть настоящий профессионал в свое дело. Есть вообще сильные ребята. Я думаю, что все задачи, которые перед нами ставят востоящее руководство, мы, безусловно, выполним. То есть работать люди умеют. Сколько у вас человек работает? 68. 68. Ну, это хороший коллектив. Это достаточно, да, большой коллектив. То есть, как бы, с этим персоналом задачи решать можно. А с администрацией вы сотрудничаете? Да. Как взаимодействуете с ней? С городской, с районной? И с районной администрацией, с городской администрацией налажено тесное взаимодействие. Вот. Мы работаем, как и по договорам обслуживания электрических сетей, то есть сетей уличного освещения. Так и повседневные задачи решаем, разбираем аварийные ситуации, то есть тесный контакт, понимание полное, что мы хотим делать, грамотное реагирование со стороны органов власти, именно и городской, и районной администрации позволяют нам делать то, что мы должны делать. Именно делать все эти безопасными, надежными и эффективными. Знакомьтесь, Петр Михайлович Ситов, энергетик со стажем. Почти 45 лет он продолжает семейное дело, ведь и отец его работал линейщиком. Сегодня Петр Михайлович работает в городских сетях инженером по охране труда. В общем-то, на этой подстанции непосредственно связаны у нас только были электрики, квалифицированные кадры. В основном приезжали у нас после Ивановского института инженеры. Вот в этой среде я хоть был еще мальчишкой, мы очень контактировали, работали. Вот, потом некоторое время. Ну и в связи с этим я, наверное, избрал профессию энергетика. Я, правда, поступил в Рязанский радиотехнический институт, специальность автоматика-телемеханика, но как профессия инженер-электрик. Специальность инженер-электрик. Ну и с той поры я работаю на разных местах. Вы любите, вот банальный такой вопрос, очень простой. Любите свою работу? Конечно. Если бы, ну просто из-за того, что она действительно важная работа, я считаю, я, как говорится, предан своей профессии, считаю ее, можно сказать, одной из самых главных. Потому что без электроэнергии, ну, все сразу замирает. Буквально все. Все останавливается. Это, как говорится, движитель прогресса. У нас в ЕДДС, когда, если свет где-то отключается, телефон все красный. Да, да, да. Вот в том числе, я помню, в Пушкарях свет отключат сразу, куда звонить? Вначале в ЕДДС, они переключают на диспетчера. И вот такой контакт происходит. Мило пообщались, сказали, что 2 часа свет будет. Все, можно спать спокойно. Энергетики работают. Да, энергетики, и тем более, энергетики, я считаю, что это наиболее такой квалифицированные люди работают. Это действительно сложно. Энергетика сложная вещь, электрика опасная, ну, и очень важная, действительно. Стоит того. Наверное, нужно быть очень дисциплинированным человеком, чтобы быть энергетиком. Наверное, и в жизни, в личной, вы дисциплинированные люди, мне кажется. Вот в другой жизни, не в работе, а вот там, которая за кордоном этой жизни. Ну, это, мне трудно судить об этом, конечно. Ну, мне кажется, не знаю, как, про себя говорить так нельзя, не знаю, как сказать. Ну, во всяком случае, стараемся, как говорится. Ну, это, в общем-то, как, в общем-то, на работе. Ну, в принципе, человек и так сохраняется и дома, в общем-то. Жалеете, что вы, в общем, эту отрасль попали? Нет, не жалею. Просто так сложилась жизнь, да. И я, когда-то, закончив оси, пришел электромонтером в одно из подразделений Рязани Энерго. И остался. Пока, как бы, менять не собираюсь. Ну, теперь-то вы уже устоявшийся энергетик, мне кажется. Ну, можно и, наверное, так сказать. Но уже работаю достаточно давно, да. Опыт какой-то есть в работе. Поэтому ничего другого пока делать не хочу. Ну, наверное, больше часть жизни уже здесь проведена на Михайловской земле. Восемь лет. Восемь лет уже, да, я работаю здесь, в Михайловской. Восемь ярких, энергетически насыщенных лет. Ну, это уж всякие были годы. Ну, всегда, как бы, у меня только положительные воспоминания о нашей работе совместной. И с ребятами, и с коллегами. Я хочу поздравить всех коллег, энергетиков, или кто имеет непосредственное участие к энергетике, с наступающим праздником Дня Энергетика. Пожелать всем отличного здоровья, дальнейших успехов в труде, ну, и их семьям, и близким. Пусть всегда будет тепло и свет в наших домах. Значит, 22 декабря мы отмечаем свой профессиональный праздник, День Энергетика. И, пользуясь случаем, я хотел поздравить всех своих коллег, друзей, работающих в этой сфере с профессиональным праздником. Пожелать им безавалерной работы, удачи, решения всех своих задач, мира и благополучия в семьях. Михайлов очень энергетически насыщенный район. У нас четыре сетевых предприятия, то есть достаточное количество энергетиков. И всем мы желаем удачи и добра в праздниках. Когда в доме есть свет, мы не задумываемся о том, каким даром цивилизации пользуемся. Но стоит хоть на несколько минут остаться без него, бьем в колокола. Мир в буквальном смысле погружается во тьму, выбраться из которой становится единственным нашим желанием. История появления Дня Энергетика в нашем календаре ведет свой отсчет с 22 декабря 1920 года. В этот самый короткий в календарном году световой день и самую продолжительную ночь, Восьмой съезд Советов, принял историческое решение о реализации плана Гойрло. Этой дате российские энергетики верны до сих пор. С праздником, дорогие наши друзья, любимые наши энергетики! Субтитры подогнал «Симон»!